В эфире программа «Время истины» в студии Марианы Баштовая. Здравствуйте! Основные темы выпуска. Исполнилось два года архипастерского служения митрополита Меркурия на Ростовской кафедре. Донская митрополия и Министерство внутренних дел России по Ростовской области подписаны соглашения о сотрудничестве. 70 лет со дня создания Суворовского и Нахимовского училищ. Торжественное собрание состоялось в Донской столице. Исполнилось два года архипастерского служения митрополита Меркурия в Ростовской на Дону епархии. День двухлетия служения, 14 августа, пришелся на празднование изнесения честных древ животворящего креста Господня, празднества Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В Ростовском кафедральном соборе на праздничном богослужении побывала наша съемочная группа. Середина августа. Русская православная церковь готовится к началу Успенского поста. В канун праздника изнесения честных древ животворящего креста, празднества Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий вынес крест в центр соборного храма, согласно древней традиции изнесения, установленной в Византии. Крест выносится для молитвенного поклонения, а на следующий день, 14 августа, кульминация праздника – Божественная литургия в Кафедральном соборе. Но как связаны эти события? Изнесение креста, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Они разделены не только во времени. Изнесение креста Господне для поклонения – это древневизантийская традиция, но и географический. Два правителя – византийский царь Мануил и русский князь Андрей Боголюбский, один в Константинополе, другой в Ростове Великом. Отправляясь с каждой на свое поле брани, превыше всего они поставили Господа и Пресвятую Богородицу. В борьбе не надеялись на мощь оружия и на ловкость воинов, но только на помощь Господа и Богородицы. Оба несли перед собой главное знамение – крест Господень. И оба победили. Не случайно этот крест выносится для поклонения, дабы мы, притекая к нему, просили благодатной помощи, ограждали себя крестным знамением, вспоминали о своем крестоношении, которое совершаем по пути к Ценству Божьему. У каждого мирянина свой особенный крест, как у любого человека. Но особой тяжести крест – пресвитерского служения, служения у Престола Божия. Потому что пресвитер призван быть ходатаем за народ Божий. Его основная ответственность перед Богом лежит за врученное ему стадо Христова, за исполнение этого водительства к Царству Божьему. Ровно два года назад владыка Меркурий вступил на ростовскую кафедру. С первых минут пребывания на Донской земле – приглашение к соработничеству. Это слово станет основным в пространстве церковного общения Донской митрополии. Соработничество церкви и общества. Церкви, как части общества, ответственные за будущее Отечества и человека. Главное – воспитание нового поколения в традициях православной культуры, что было упущено после революции, отторгнуто, забыто. Духовно-нравственное воспитание молодежи совершается в рамках сотрудничества Метрополии и Донских вузов. Как результат – создание летом 2013 года Совета проректоров вузов, призванного осуществлять волонтерские, социальные и культурно-просветительские проекты. В Донской духовной семинарии открытие Орегинского певческого факультета и создание нового направления обучения – подготовки восковых священников. Для осуществления взаимодействия с обществом в Ростовской надонной епархии созданы новые отделы – юридическая служба, информационный отдел, искусствоведческая комиссия, архитектурно-строительный отдел. По словам главы Донской митрополии, главный принцип работы отделов – открытость и настроенность на диалог. Культурная жизнь Дона имеет христианский контекст. Так развитие певческого дела, хорового искусства на юге выходит на новый уровень. Как пример – формирование Большого архиерейского хора, участие многочисленных хоровых коллективов Ростовской области, фестивали «Благовест». И еще одно слово – возрождение. В первую очередь – духовной, литургической жизни юга. Это не только строительство новых храмов, но и воссоздание прежних – Александра Невского, Владимирского, Благовещенского греческого храма, первое за 90 лет богослужения в Петропавловском храме в Старочеркасске, литургия под открытым небом, на месте разрушенного храма в Азове. За время своего пребывания на Донской земле, владыка Меркурий совершил более 60 хиротоний. Во вторую годовщину служения на Ростовской кафедре, в праздник изнесения честных древ животворящего креста, в празднество всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, обращение митрополита Меркурия к пресвитерам, которые только начали свое служение. Любите свою пасту, несите ее немощь, превыше сил своих, эти тяготы, но превыше человеческих сил и благодать данная вам, превыше человеческих сил и любовь Божия к вам, и превыше всякого человеческого разумения, то состояние, в которое вы входите, которое мы называем вхождение в любовь Божию, когда предстоим в Евхаристии, в Святейшего Престола, совершая неземное таинство Евхаристии. Пусть Господь укрепляет вас, дорогие мои собратья, моя любовь и молитва с вами, вы моя архипастерская надежда, вы сила Церкви Божией, истово трудитесь, помните, что свое служение вы совершаете не своей силой, но силой Божией, и потому никакой боязни, никакого сомнения не должно быть в вашей жизни. Пусть Господь помогает вам в этом служении, а сила честнага этого творящего Христа хранит вас от зол и напасти веков сего. Святое Писание учит нас, что Бог открывает себя в событиях человеческой истории. И здесь время праздника – это иллюстрация полноты жизни Церкви и полноты жизни человека. Ретроспективное рассмотрение минувших событий, легших в основу праздника, по сути преодоление времени, уход в перспективу, потому что крест, которому поклонялись в Константинополе, крест, который нес перед собой византийский император Мануил, и крест князя Андрея Боголюбского – это крест каждого христианина. 12 августа Православная Церковь празднует День памяти Святого Мученика Иоанна Воина. Этот цветок чтится православными христианами как великий помощник в скорбях и обстояниях. В Ростове есть приход в честь Иоанна Воина. В престольный праздник его посетила наша съемочная группа. На территории Свято-Георгиевского прихода города Ростова-на-Дону в честь престольного праздника храма Святого Мученика Иоанна Воина была совершена божественная литургия. Храм Иоанна Воина построен в микрорайоне Западный на территории духовно-патриотического комплекса во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца. Он выложен из деревянных срубов и выполнен в традициях древнего русского зодчества. Особый интерес представляет иконостас, который сделан по проекту ростовского иконописца Владимира Макарова. Все это и многое другое свидетельствует о том, что храм является культурной ценностью Донской столицы. В день престольного праздника по окончании божественной литургии митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий побывал с архипастерским визитом в храме Иоанна Воина. Правящий архиереев возглавил молебное пение святому мученику и праздничный крестный ход. По завершении божественной литургии глава Донской митрополии обратился к собравшимся с архипастерским словом. Владыка-митрополит поблагодарил настоятеля, клириков и всех, кто трудится во благо прихода, и поздравил всех с праздником. Когда я смотрю на такие приходы, как Ваш, то я абсолютно уверен в том, что все, что есть в сердце, все, что задумано, все, к чему призывает нас Господь, Святейший Патриарх, Священно-Началие, мы в состоянии сделать. А призывает нас Господь и Патриарх к тому, чтобы мы были единым народом. Народом, который верен своему Богу, своей православной вере, своему Отечеству. Народом, который честен перед своей совестью, перед лицом Божиим, который старается сделать все для того, чтобы Отечество наше земное украшалось, и чтобы через это стержать себе Отечество Небесное. С праздником Вас приветствую сердечно. Благословение Божие, благодатный покров Царицы Небесной и молитвенное представительство святого мученика Иоанна Воина пусть пребывают со всеми нами во веки. Аминь. Затем глава Донской митрополии также особо поздравил клирика храма святого Иоанна Воина метрофорного протерея Валентина Ермилова с 35-летием священнослужения. В память об этом юбилее владыка митрополит преподнес священнику крест с дарственной надписью. По окончании праздничного богослужения митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий в сопровождении протерея Валерия Волощука осмотрел строительную площадку воздвигаемого храма в честь святого Георгия Победоносца, а также познакомился с работой мастеров золотошвейной и иконописной мастерских прихода. Донская метрополия и Главное управление МВД России по Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось в рамках встречи форума «Правопорядок и нравственность. Перспектива сотрудничества». Свои подписи под документом поставили глава управления МВД России по Ростовской области Андрей Ларионов и глава Донской метрополии Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Андрей Ларионов подчеркнул особую значимость подписываемого соглашения о сотрудничестве. Мы хотим объединить в силе органов внутренних дел и Русской Православной Церкви в борьбе за наше будущее. Мы сегодня подпишем соглашение между партией и полицией в Ростовской области. Как отметил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, сотрудничество правоохранительных структур и Русской Православной Церкви – это не новое явление в жизни страны. Основой для такого сотрудничества служили высокие нравственные и патриотические идеалы. Любви к Родине, верности долгу, готовности к самопожертвованию, которые во все времена исповедует Православная Церковь. Сотрудничество Церкви и органов правопорядка сегодня вновь возрождается на основе лучших образцов и традиций. Современное реформирование силовых ветвий происходит при активном взаимодействии с Русской Православной Церковью, призванной оберегать традиционные ценности и духовное здоровье народа. 70 лет назад, в 1943 году, во время Великой Отечественной войны, в Советском Союзе были образованы Суворовское и Нахимовское военные училища. В Ростовском Доме офицеров прошли торжества, посвященные этой дате. С подробностями Екатерина Рачкова. Юбилей – это счастливая возможность встретиться добрым товарищем. В Доме офицеров собрались воспитанники военной службы. Повод крайне важный – 70-летие образования Суворовских и Нахимовских военных училищ. Этот макет Кавказского краснознаменного военного училища к 70-летию Кадетского возрождения подготовил выпускник 1959 года Виталий Туреченко. Друзья помнят, где были кабинеты, в которых они обучались, а также площадку, где играли в футбол. Это же лазил в интернет, мерил в интернете по карте, по спутнику, масштабы все. У меня получилось, метр в двух миллиметрах здесь. Но на этом футбольном поле еще проходили соревнования по судьбе из Лука, чемпионат Советского Союза. Проходил вот на этом поле. Алые и черные погоны, суворовцы и нахимовцы. Эти слова рождают главный образ – кадетское братство, воспитавшее не одно поколение достойных людей. Выпускники Суворовского училища, они всегда являлись элитой вооруженных сил и были как бы цементирующим таким ядром офицерского состава. В 1943 году, когда тысячи детей оставались сиротами в ходе Великой Отечественной войны, советское правительство приняло решение о воссоздании суворовских и нахимовских военных училищ, в которых бы воспитывались дети войны. Они изучали военное дело, а также занимались по программе общеобразовательной школы. Училища были названы преемниками лучших кадетских корпусов былых лет. Тех, дореволюционных, которые начали появляться в России еще при Петре I. Однако после революции встал вопрос об их существовании. А после окончания гражданской войны сформировалась волна так называемой военной иммиграции. Дети-изгнанники, потомки царских офицеров, обучались в русских кадетских корпусах в Шанхае, Безерте, Версале и других зарубежных городах. Но связь не была утеряна. Возрождение кадетских корпусов в Советской России своего рода провозглашение справедливости. И как символ преемственности и неразрывной связи сообщение о том, что в Россию будут переданы исторические знамена полков русской армии, участников Первой мировой войны и кадетских корпусов, хранящиеся в Нью-Йоркском и Сан-Франциском объединениях русских кадет за рубежом. Мы не знали, что существовали эти кадетские корпуса в период между Гражданской войной и Великой Отечественной войной. Это в Сербии и Версале. Но мы все-таки тоже каким-то образом были этим духом проникнуты, поскольку некоторые офицеры Советской армии были и царскими офицерами в свое время, они передавали этот дух. Среди выпускников – военные, ученые, деятели искусства. Трехсотлетняя история и главные примеры для подражания – адмирал Павел Нахимов и генералиссимус Александр Суворов. Память гениального полководца увековечена в Ростове-на-Дону. Уже много лет его имя носит одна из улиц города. И ему установлен памятник. Потомство мое, прошу брать мой пример. Пример быть верным Богу и Отечеству. Воспитание в современных училищах строится по этому же принципу. Главное – преемственность и традиции. Ну вот эти задачи мы и строим на это. Воспитание достойного гражданина нашего Отечества, патриота нашей Родины. В моем роду до этого уже были военные люди. И один из них был казак, мой дедушка. Ну, я тоже решил пойти по его стопам и пойти в казачьи училища. Трождества только начинаются. Основные празднования 70-летия возрождения кадетского братства состоятся в Москве. Они пройдут на международном уровне. Встреча представителя Общества русско-армянской дружбы с руководством Донской духовной семинарии состоялась в Ростове. В ней приняли участие ректор семинарии про теории Тимофей Фетисов, проректор по научной работе про теори Владимир Террosto- prioritize и представитель Общества русско-армянской дружбы Сергей Саядов. Он, в свою очередь, передал предложение председателя Общества русско-армянской дружбы об учреждении специальных стипендий для поощрения студентов семинарии, которые вносят тот или иной вклад в развитие дружественных отношений между проживающими на Дону людьми различных национальностей. Также обсуждалась возможность совместной организации паломнической поездки учащихся семинарий к святыням, находящимся на территории Армении. В Ростове-на-Дону в рамках деятельности совместной комиссии Федеральной миграционной службы и Русской православной церкви, отдела по взаимоотношениям церкви и общества, начался второй этап обучения мигрантов в основам русского языка, русской культуры и основам законодательства Российской Федерации. Так, 14 августа в Ростовском центре афганской культуры состоялось первое занятие по русскому языку. Занятие проходит в контексте проекта «Просвещение языковая и культурная адаптация мигрантов». Выражаю огромную благодарность миграционной службе и православной церкви за помощь в адаптации, в изучении русского языка, ознакомление с культурой Российской Федерации и знакомление с законами Российской Федерации. И эту помощь мы ценим. Проект «Просвещение языковая и культурная адаптация мигрантов» создан с целью скорейшего содействия интеграции иностранных граждан и лиц безгражданства в российское общество в социально-бытовой сфере и не имеет отношения к государственным услугам. В то же время выпускники курсов по изучению русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации смогут использовать свои знания, которые помогут им скорейшим образом адаптироваться в социуме и в дальнейшем успешно пройти государственное тестирование по русскому языку как иностранному. В целом в программе принимают участие граждане из Нигерии, Эквадора, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Азербайджана. Занятия будут проходить не только в Ростове-на-Дону, но и в области в Шахтах, Сальске, Пролетарске и в Таганроге. Пособие подготовлено в Московском институте Иоанна Богослова. Занятия проводятся бесплатно. В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в каленаре по инициативе Международного общества прав животных. О том, с какими проблемами сталкиваются бездомные четвероногие, о правильном отношении к ним в репортаже Евгении Шатиловой. То, что в России существует много проблем, связанных с бездомными животными, доказательств не требует. В нашей стране нет закона, регулирующего их права, и очень часто животные, выброшенные на улицу вместе с домом и хозяином, теряют право и на жизнь. Те, кто подкармливают зверей из жалости, сталкиваются с проблемой, естественно, соседи, потому что что-то много, кошек, собак собираете, могут покусать, могут еще что-то и так далее, антисанитария. Проблема есть, решать надо. Решать, конечно, на уровне муниципальных актов каких-то, то есть, опять же, стерилизация, то есть не отлов, отстрел, живодерни, а стерилизация, потому что другой способ борьбы нет. Ну и в целом гуманизация населения. Одни стремятся быстро пройти мимо и сделать вид, что не замечают. Другие готовы отдать последнее, чтобы помочь. Разные отношения к беспризорным животным нередко приводят к конфликтам между людьми. Из священного писания Ветхого Завета вот такую фразу, где написано, что праведник милует даже скотину. Поэтому отношение к животному – это тоже есть выражение и отношение к человеку. Во всем должна быть золотая середина. То есть не нужно и боготворить животных, не нужно чрезмерно их опекать, но и помогать нужно. Конечно же, это все из-за того, что, наверное, недостаточно законов в нашей стране. Но и законами все не изменишь. Нужен еще тот менталитет, который, наверное, в других есть европейских странах, который не дает людям вот так вот безразлично относиться к участи бездомных животных. Поступки организации добровольцев, которые сегодня борются за права животных, становятся порой единственным шансом для беспризорных братьев наших меньших. Золот защитник Ирина Чернова, которая не понаслышке знает об этой непростой ситуации, считает, что любая помощь тоже должна быть оказана правильно и с умом. Каждую субботу и воскресенье она вместе с другими добровольцами приносит пушистых беспризорников на рынок домашних животных, где ищет им хозяев. Щенки и котята разных возрастов до момента пристройства находятся дома у волонтеров. В таких мини-приютах есть даже породистые особи. Эту красавицу нашли на проезжей части. Это фенати бирманской кошки. Она, как и многие другие животные, ждет своего хозяина. На работу строго субботу и воскресенье. Приходим сюда где-то с 8 утра до 3, до 15, до 16 часов вечера. Стоим, отдаем хорошие руки. Помимо щенков и котят, у которых есть шанс попасть в добрые руки, под опекой добровольцев общества защиты бездомных животных находятся взрослые четвероногие, которых вряд ли кто-нибудь заберет домой. Многие из этих животных были найдены с тяжелыми травмами и остались калеками. В основном это собаки. Сейчас они живут в одном из частных дворов Ростова-на-Дону. Пятнышко, пальма, рыжик, волк и так далее. Всего около 40 дворняк. Все они привиты, ухожены, знают свои клички и с радостью встречают добрых людей. Пока в России нет закона о гуманном обращении с животными, каждый сам выбирает, как ему поступить. Помочь кошке или собаке, попавшей в беду, или пройти мимо, выбросить щенка или оставить. Но часто этот выбор может влиять на отношения между самими людьми. Ведь человек, помогающий братьям нашим меньшим, не пройдет мимо человека, которому также будет нужна помощь. Евгения Шатилова, Сергей Алексеев, Андрей Алексеев. Телестудия «Дон православный». 20 августа во вторник Православная Церковь празднует обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского. Также в этот день празднуется память преподобного Антония Оптинского. 22 августа совершается память апостола Матфея. Также в этот день празднуется собор Соловецких святых. Более подробно об этих и других событиях церковной жизни на Дону вы можете узнать на сайте телестудии donpravtov.ru, а также на сайте епархии rostoveparchia.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин